Величественный вид на монумент героическим защитникам Ленинграда открывается въезжающим в Санкт-Петербург. Памятник подвигу горожан в трагические дни блокады, главный памятник зеленого пояса славы Ленинграда. Обелиск из красного гранита, у подножия скульптура солдата и рабочего, непобедимые. И 26 бронзовых фигур, героев фронта и тыла, обычных ленинградцев. Защитники Ленинграда – это моя честь и совесть. Это слова автора этого монумента, почетного гражданина Санкт-Петербурга, скульптора Михаила Константиновича Аникушина. В 2017 году мы отмечаем столетие великого скульптора Ленинграда. В канун Дня Победы в памятном зале монумента в рамках 15-го фестиваля почетные граждане Санкт-Петербурга прошел торжественный вечер, на котором вспоминали этого необыкновенного человека – ленинградца Михаила Константиновича Аникушина. Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в памятном зале монумента героическим защитникам Ленинграда в эти предпраздничные дни. Сегодня в памятном зале монумента героическим защитникам Ленинграда произойдет экстраординальное событие. Еще один бриллиант в ряду мероприятий, посвященных столетию Михаила Константиновича Аникушина, засверкает сегодня здесь, на площади Победы. Совсем недавно, 3 мая, в этом зале открылась выставка, которая носит емкое название «Посвящение». Она приурочена ко Дню Победы и посвящена столетию великого мастера, создателя мемориального комплекса монумент героическим защитникам Ленинграда. Человека, чья душа вложена в этот мемориал в полной мере. Человека, который вложил всю силу своего таланта, своего ума, своего сердца, своей души. В то, чтобы этот зал, этот комплекс стал гордостью города. Сегодня в памятном зале мы отмечаем столетие со дня рождения героя социалистического труда, лауреата государственных премий СССР, народного художника СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга, Михаила Константиновича Аникушина. И несмотря на то, что юбилейный день, это 2 октября, весь год 2017-й для нашего мемориала и для всего города пройдет под знанием этого юбилея. Санкт-Петербургский фонд «Петербургское наследие и перспектива», городской музей, городской скульптуры. Многие другие организации, которые знают и помнят Михаила Константиновича, объединились в том, чтобы отметить эту великую дату – 100 лет со дня рождения мастера. И сегодня в памятном зале собрались те, кому дорога память и личность Михаила Константиновича. Собрались те, кому дорог монумент на площади Победы. Собрались люди, которые так или иначе запечатлели себя, коснулись судьбы мастера. Сегодня здесь, в памятном зале, в честь Михаила Константиновича, Ани Кушина, пройдет великолепный хоровой концерт. Концерт, который даст коллектив впервые выступающим в стенах этого зала. Это хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под руководством народного артиста СССР, лауреата Государственных премий России, почетного гражданина Санкт-Петербурга Владислава Александровича Чернушенко. Но перед этим я хотела бы обратить внимание присутствующих, что в памятном зале находятся люди, которые имеют непосредственное отношение к Михаилу Константиновичу, которые сегодня, сейчас творят духовный мир, духовную и культурную жизнь Санкт-Петербурга. И я хочу пригласить к нашему микрофону с приветственным словом обратиться к собравшимся председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина Эдуардовича Сухенко. Я только хочу сразу уточнить, что в задании действительно присутствуют молодые люди, близкие к Михаилу Константиновичу и те, кто действительно приумножают культурное наследие и потенциал Петербурга. Но я к ним, видимо, не отношусь все-таки. Я, прежде всего, чиновник в задании комитета. Поэтому я не из тех людей, о ком было сказано. Я просто хочу сказать о том, почему я здесь прежде всего. Это не только личные мотивы, которые связывают меня и с Михаилом Константиновичем, и с этим залом. Но я здесь потому, что правительство города, Георгий Сергеев, Полтавченко, с огромным уважением относятся и к наследию, и к личности, и к семье Михаила Константиновича Никушина. И, собственно говоря, прежде всего поэтому я сегодня здесь. И я здесь для того, чтобы передать, конечно, все самые теплые слова близким, самое искреннее поздравление с праздником и семьей, но и большим нашим общим праздником, победой, всем присутствующим. Но и не могу не сказать о том, что я как-то, знаете, буквально эти несколько минут, находясь в зале, я тут подумал, что это удивительное редкое счастье, быть причастным к созданию Петербурга и своими работами, своим трудом поставить себя в один ряд с создателями города. Потому что то, что сделал для Петербурга Михаил Константинович, ставит его действительно в один ряд с теми, кто создавал Петербург. Абсолютно тем людям, которые предшествовали ему, это все создано им созвучно, это гармонично, это не противоречит, это не какой-то новый взгляд, это продолжение всего лучшего, что в Петербурге было. И, наверное, это вот действительно просто огромное счастье, просто прикоснуться к созданию Петербурга, просто принять в этом участие, оставить такой глубокий и яркий след. И, конечно, это повод для всех для нас гордиться, что мы жили в одно время под Смеховом Константиновичем. Многие из присутствующих, безусловно, близко его знали, общались с ним. И, конечно, их день победы и юбилей. Мы должны с благодатностью и благородением, в общем, вспоминать именно таких людей. Так что я хочу всех поздравить и низко-низко поклониться перед всеми присутствующими, перед близкими любви Михаила Константиновича, от городской администрации, от всего нашего чиновничества. Нам не всегда довольны. Может, не все нравится, что мы делаем, но многие вещи мы, безусловно, делаем искренними. Таким вот искренним является восхищение. Нужно быть с таким очень неожиданным. Низкий поклон. С юбилеем. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо за проникновенные слова. Чтобы наполниться городом этим, не надо продолжать встреч или гидов пути. Ленинград начинается с первого взгляда, как любовь, от которой уже не уйти. Но когда он слепит вас своими дворцами, берегами Невы, прямотую дорог, не забудьте о тех, кто встал вровень с дворцами. Не забудьте о тех, кто все это сберег. Михаил Константинович берег наш город, сажаясь на подступах к Ленинграду, когда городу грозила неминуемая гибель. А я приглашаю к этому микрофону человека, который тоже берег наш город. Берег тем, что благодаря его усилиям золоченные шпили и купола нашего города стали невидимы врагу. Я приглашаю к этому микрофону легенду Ленинграда Петербурга, почетного гражданина Санкт-Петербурга, Михаила Михайловича Боброва. Приветствую тебя! Спасибо большое. Если вы читали книгу Гранина «Мой лейтенант», вот он описывает все эти события, фронт-то совсем рядом. Можно было бы ехать домой на трамвае, пройти на кольцо, сесть и доехать на новом устрете с родными, опять вернуться на линию фронта. Вот этот железнодорожный насыпь, который идет в сторону Булкова, пересекает шоссе. Вот для того, чтобы попасть на Булковские высоты, днем пройти было невозможно. С Булковских высоты немцы простреливали вот это все шоссе, весь этот Московский проспект. Концентрировались там под вечер, и вот уже в такие смуглые ночные времена проскакивали батальонами, ротами. Это была, ну вот, просто страшная доставка личного состава к линии фронта. Там, где мы сейчас видим, вот где вот эта стрелка, видим вот этот самый церковь, построенный здесь недалеко. Ведь это все были здесь окопы, все были резервные части, которые все время подходили к кулку для того, чтобы не выйти врагов. И для того, чтобы создать такой монумент, Михаил Александрович, надо было всегда выстрадать своим сердцем. Все это нужно было пережить. Это мог сделать только участник Великой Отечественной войны. Они страдали все от этой войны. Он видел все эти кошмары войны. Просто так создать, видимо, не ощутив войны, невозможно. Микеланджело создает прекрасное творение. Вот наш русский, ленинградский Микеланджело Константинович создает чудеса. Как это он все делает? И только, видимо, люди, пережившие вот эту страшную войну. Я тут и задел еще почетного гражданина Гранина, который, так сказать, все тут, в этих местах, как говорится, на пузе переползал все это дело. Вот они пишут интересные творения. Они создаются эти творения. Это чудо. Поэтому, находясь сегодня здесь, вот, хотелось, чтобы мы все очень более глубоко осознали, в каком мы живем городе. Как был близко фронт. Как было трудно все это выстоять. И когда некоторые наши, я их назову просто нехорошие люди, говорят, надо было сдать город врагу. И, в общем, вы нам не представляете, что могло бы здесь быть. Мы же грамотные люди. Мы уже историю и немецкую, и свою знаем хорошо. Что бы здесь немцы натворили? Мне в начале войны пришлось драться в тылу противника. Я был разведывателем специальных группах, отрядов. Я видел, что творят немцы в тылу. Человек, который говорит, что он уже был сдан городом. По национальности сам еврей. Кого бы уничтожали в первую очередь здесь? Евреев, коммунистов, цыган. И что бы мы увидели здесь, в этом городе, когда мы знали, что все будет разрушено здесь? Все наше национальное достояние. Все наши музеи, творения архитектурные, все эти прекрасные памятники, их не будет. Это на самом деле так. Надо было думать. И как же наши бедные люди, горожане, которые находились здесь, столько стояли, дрались, выстояли. Вы представьте себе, весь Балтийский флот в Неве. Все корабли стояли от Неве. У горного института стоял крейсер Киров. 24 апреля 1942 года я сам видел, как налетали немецкие самолеты на этот крейсер. А потому что он здорово сбивал, когда были фашистские самолеты на город. Пожалуй, крейсер Киров отличался лучше всего. Еще батарея была очень сильная на стрелке Васильского острова. Вот место. Вот прямо пикировали все самолеты на этот крейсер Киров. Сколько же там тогда погибло много матросов. Сколько погибло, ребята. Мы это все видели. Там уже я находился в городе. Мы в это время занимались маскировкой в городе. Мы прятали все наши золотые доминанты. Нужно было убрать, чтобы немцы не видели наш город, ослепить его. А как это сделать? Все эти грехующие доминанты, они выдавали наш город врагу. Поэтому он бил прицельно. Точно. По школам, по госпиталям, по различным военным объектам, по проходным, по причинам заводских территорий, когда люди решили на работу, возвращались с работы. Потери человеческие были большие. Надо было как-то спасать город. Было много предложений. До таких, до сумасбродных. Разобрать писательский собор, разобрать шпиль Петропавловский и так далее. Кто этим будет заниматься? И, конечно, блокадный архитектор нашего прекрасного города, Баранов Николай Михайлович, восстал против этого. Его ближайший помощник Белихов Николай Николаевич, представитель комитета охраны памятников. То же самое. Решили строить леса. Действительно, я немножко отвлекся, пошел на эту тему. Но хочу сказать, в каком состоянии мы жили и как выстояли. Нужно было бы строить леса. Было такое предложение. Так не было. Лесы пил материалы, потому что все, что у нас строительство блиндажей, дотов, окопов и так далее. И любая зажигалка, упавшая на эти леса, просто их сожжет. Через поезд, да, растат и воздушные заграждения. Чтобы нужно было подойти к этим высотным сооружениям. И как-то замаскировать. Невозможно. Негромадные, здоровые и, в общем, порой маленькие и даже небольшого ветра относило к объекту не подойти. И вот молодая архитектор Василиостровского района Наташа Уствольская предложила использовать хальпинистов, находящихся в городе. Начался поезд. Первый нашли Олимку Фирсову. Второй Алышко Пригорову. Третий Лойзе Зенне. Он здесь был в войну. Он в чинской компании был тяжело ранен. Не призывался. Отплыл в город. Но меня нашли в госпитале. Я уже, так сказать, после пятого забросов трех противника оказался нашим инженером в замке Баруковской. И вот эта компания четырех человек и начала заниматься этой маскировкой. Я почему? Я об этом рассказываю подробно. Потому что когда мы действительно даже убрали мощный купол Исаакиевского собора, это самый центр, мы отсюда начали. Здесь штаб нашего фронта. Здесь штаб воздушной армии. Здесь штаб милиции. Здесь находится Эрмитаж. Здесь находится штаб Балтийского флота. И когда мы этот купол весь закрыли и четыре звонницы в течение декады, прицельный огонь здесь прекратился. Просто сыпались снаряды. Потом мы перешли на Инженерный замок. Потом Морской Никольский собор. И в самую страшную зиму 1941-1942 года на Скоровальчике и Петропавловском соборе. Но вы понимаете, находиться в блокаде и жить здесь в городе, казалось, было невозможно. Но ведь люди-то выстояли. И как они дрались, как сражались, простой пример. Когда мы уже приступили на работе в Петропавловском соборе, Должно было повесить блоки на крестовину у Англова. Но чтобы повесить блоки, нужно еще забраться туда. Это не проблема. Внутри идут маршевые доски, как правильно сказать, лестничные марши. А аккуратно в ваша внутреннюю лестнице на высоте 103 метров она выходит через окончечко на уши. И там трап еще. Вся высота шпиля, вы помните, 122,5 метра. Забраться было бы легко в теперешнее время. Но мы-то были голодные. Были холодные не только мы-то. Все, кто здесь жил и работал. Карточку мы получали. 125 грамм хлеба. Привары было недостаточно. Не все сразу осуществили. Поднялись наверх. Повесили эти блоки. И вот началась работа. Это была удивительная вещь. Но прежде чем повесить блоки, нужно найти было трос. Я на разговоре иду к этому. Прошлись по кораблям Балтийского флота, стоящего на небе. Где взять его? А трос-то всего? Ну, 5 миллиметров. 5 миллиметров троса. Тонкий трос. Чтоб человек висел на этом блоке. Чтобы его поднимали, поднимали нам ведра с красным. Нету нигде троса. Сказали, идите на Кировский завод. Пришли туда. Последний церк. Видите? Седьмой церк. Самый-самый. Устрельный прям стоит. Лидии фронта. На крыше наши пулеметчики. На крыше нашими нометчиками. Ваши громадные церкви. Слева рабочие. Ремонтируют танки. Ремонтируют орудия. Разбитые. Справа мальчики, девчонки. 13, 14, 15 лет стоят на ящиках. Точат снарядные балбанты. Это невероятная вещь. Какое единение было. Как мы все сплотились вместе. И там мы нашли этот трос. Мы притащили. Мы с этим тросом пришли сюда. И потом повесили и стали заниматься своими делами. Все это говорит для того, чтобы вы поняли, как нужно было перестрадать Михаила Константиновича. Чтобы все это ощутить. И создать этот прекрасный монумент. А кто в монументе? Не тот у бойцов. Там есть и студенты. Там есть и рабочие. Там есть и колхозники. Крестьяне. Там есть простые люди, которые пришли защищать город. Вы ощутите свою душу. Своим сердцем. В каком городе мы живем. Я бы очень хотел, чтобы все это передали нашим молодым ребятам. А молодые наши ребята. Достойные есть. Удивительные парни. Вспомните, когда было страшное время. 90-е годы. Нашего времени. Когда что-то створило в стране, разобраться тяжело. А ребята, дистантники. В Псковской нашей воздушно-дистантной бригаде. Их было-то всего сотни. Они дрались против двух тысяч человек. В Чечне. В Истыне. В такое сумасбродное тяжелое время. Когда не знают, что со страной-то будет. Насколько патриотично все это было. И мне бы очень хотелось, чтобы наши ребята последовали к примеру. Тех людей, которые дрались в Великой Вечной войне. И тем людям, которые погибали, казалось бы, при советской власти. В наше время. Мы живем в замечательном городе. Как его надо хранить? Как его надо беречь? И вот эти великие творения замечательного нашего скульптора. Это чудо. Ничего подобного в нигде в других государствах не найдет. Низкий поклон Михаила Стантиновича. Низкий поклон родственникам. Счастья вам всем присутствующим. Здоровья и всего самого лучшего. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аникушина, она сегодня здесь, в памятном зале. Нина Халма, прошу вас. Дорогие друзья, добрый вечер. Я хочу сказать вам спасибо большое, что вы собрались сегодня, в этот торжественный вечер. Вы знаете, что завтра великий праздник, который дал всем нам жизнь. Я вас поздравляю с этим праздником, что больше мы никогда не видели ни слез, ни горя. Охранили память о наших знакомых, о наших родных. И все жили счастливо. Я вам желаю этого счастья на всю жизнь. Вы знаете, что Михаил Константинович родился в Москве. А когда он приехал в 1935 году в Ленинград, он стал коренным ленинградцем. Он обожал этот город, он обожал свою академию художеств. И когда он пошел добровольцем на фронт, он писал Маре Тимофеевне, моей маме, письма о том, что когда же, когда же это все закончится, и я смогу попасть в великое здание академии художеств. Когда люди смогут прийти в свой город и заниматься своим любимым делом. Вы понимаете, эти четыре года, а для некоторых и пять, вывели людей с их великой работы. Какие-то мечты эта война порушила. Но когда Михаил Константинович пришел после войны, он начал с каким упоением работать. Он вылепил дипломную работу, великолепную работу красноармейца, сидящего. И вот он никогда не уходил от этой памяти, от этой блокады. Никогда не выбрали это. Выиграли конкурс на памяти героическим защитникам Ленинграда. Времени оставалось катастрофически мало. Надо было 34 фигуры вылепить за полтора года. Это немыслимо. Труд скульптора. Это вот вы представьте. Я вам просто расскажу, что вы берете кусок глины. Он тяжелый, он вязкий. Вы по лестнице, которая качается, поднимаетесь наверх на высоту 3,5 метра. Лежит просто доска, которая качается. Никаких там, никаких страховок, ничего нет. Вы лепите, потом спускаете снизу, уходите в дальний конец мастерской. Смотрите, а как это издалека будет выглядеть. И вот так, день за дня, вверх-вниз, вниз-наверк. И Михаил Константинович, я думаю, он выбрал великолепный ход. Когда он любил этот памятник, эти фигуры, конкретного человека он не должен был вылепить. Это не Пушкин, это не Чехов. Значит, можно было как-то фантазировать. И вот то, что это были не конкретные люди, ему это помогло. Он смог это быстро все вылепить. Но вылепил он конкретных людей. Вы знаете, он вылепил и своего друга из Академии художеств, и своего студента он вылепил. У него долгое время в мастерской висел портрет артиста Алянина, артистки Бурдюковой. И вы увидите какие-то черты у этих скульптур, что, о, да, похожи вроде бы. И вот он пишет в своих записях. Я хочу, чтобы люди пришли на памятник и, может быть, узнали своих родных, своих друзей. Я хочу, чтобы этот памятник был доступным, чтобы он не довел ни на кого, чтобы он был небольшого размера. Чтобы вы не смотрели этим людям в ноздри, чтобы у вас шляпа не падала. А чтобы вы тихо, спокойно подошли и поговорили по душам с этими людьми. Вот он этого добивался. Вы знаете, что надо обязательно сказать, что он же работал с архитекторами. Это Сергей Борисович Спиранский, это Каменский, уважаемые, великолепные архитекторы. Советчиков, которые приходили в мастерскую до Ламасса. Но они втроем достойнейшим образом вышли из этой ситуации. Когда приходит первый секретарь, еще кто-то, еще кто-то, не имея отношения вообще к художникам, вообще к художественному образованию, начинали диктовать, как им это нужно сделать. Но тем не менее, вот талант этих троих людей, он оказался выше всех вот этих советов, наверное, скажем так. И последнюю работу, которую ставили за две недели до открытия монумента, это вот солдат и рабочий. Он вот эти фигуры вылепил за две недели. А портреты в этой двойной композиции солдата он вылепил молодого маршала Жукова, а рабочего он вылепил молодого Сергея Борисовича Спиранского. Далеко он не ходил, он вылепил все своих знакомых и все друзей. И он очень хотел, чтобы правительство после открытия этого памятника как-то отметило всех рабочих, которые здесь работали. И литейщиков, и границщиков, и все службы, которые здесь работали. Но, к сожалению, это ничего не получилось. Вы знаете что? После войны Михаил Константинович остался таким же борцом, так он был во время войны. Он на последние дни боролся за каждое здание в городе, за каждый камень, чтобы никто его не трогал, чтобы никто ничего не рушил. Этот человек, который посвятил этому городу свою жизнь. Вот без него мы бы не знали, что такое новодельниче монастырь. А он сейчас красуется на московском проспетке. Кафе, большая беранжа. Мы бы его тоже не видели и не знали. Спас на крови. Тоже хотели взорвать. Вы понимаете? Везде Михаил Константинович. У него хватало времени и туда побежать, и сюда. И работать просто. Это был сгусток энергии. Это был человек чистый. Человек, который убил Родину, людей. Кто бы к нему не приходил. Он всех принимал, всех слушал. Всем квартиры доставал, всем доставал мастерские. И это всегда с удовольствием, с радостью было. Это был такой человек. Никогда никому не попрекал, что вот, а мы были на войне, а вы там. Нет? Тонкий прошок человек, веселый. И вот хочу закончить мое выступление. Мне повезло, мне в жизни повезло. Я просто работал, как родители мои, за Родину. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина Николаевна из скромности умолчала, что образ медицинской сестры, сестры милосердия, воплощенной здесь в скульптурные композиции, угрожающие пугущие победители, обращенные к Улковским высотам, этот образ был взят с самого близкого человека, дочери Ниночки Рикушны. АПЛОДИСМЕНТЫ Эмоциональный накал нашей встречи достиг наивысшей точки. И сейчас нас ждет главный подарок. Выступление хора Государственной Академической капеллы Санкт-Петербурга, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист СССР, лауреат Государственных премий России, почетный гражданин Санкт-Петербурга Владислав Александрович Чернушенко. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нам довелось нынешним жить во времени оболганным, замусоренным и, может быть, какой-то очередной смутный период, о котором говорить не хочется, вам это хорошо известно. И вот эти потоки мусорной лавы из телевизионных, всех источников. Но история нашего Отечества знает. Во все времена самые трудные для народа годины являлись родители и защитники земли русской, сберегшие ее от погибели. Это были святые отцы, братоборцы, ученые, поэты, просто миряне. Назову лишь несколько имен. Александр Невский, Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Михаил Ловоносов, еще Михаил Владимирович, Хутузов, Федор Тюльчев, Модест Мусорский, они не ушли, они не сгинули, они и сегодня служат своей отчизне. И поколение, перенесшее лихолетие Великой Отечественной, пополнило этот ряд и смертный ряд именами Матроны Московской, Серафима Бырицкого, Маршала Жукова и Рокоссовского, учеными Вернадских, Вавилов, Королев, поэты, Квардовский, Межинов, композитора, Шостакович, Соловьев-Седой, Сверида. И на свое место рядом с ними встал Михаил Аникушин, встал на свою бессрочную вахту служения Родине. Бывая в Москве, я обязательно проходил по театральному проезду и кланялся Аникушинскому, Чехову, стоящему вблизи МХАТа. Здесь, в доме, каждый раз, входя в свой рабочий кабинет, я здороваюсь с двумя дорогими мне людьми. Там на рояле стоит дуз Сверидова работы Аникушина. Заходя в сквер на Каменно-Островском проспекте, останавливаешься и в каком-то удивлении, вспоминая что-то глубоко личное, смотришь на Аникушинских танцующих девочек. Объезжая с Пулковского шоссе в город, думаю, не только я, а многие, в каком-то сосредоточенном молчании выглядываются в фигуры блокадного памятника, установленного на фронтовой полосе, вблизи фронтовой полосы. Место, которое в какие-то времена стали, называлось Средней Рогаткой. Старшее поколение здесь все прекрасно помнит и знает. А молодым иногда было бы полезно, мысленно провести Чирку. Вот в Петергофа, Пушкину, Павловску, где осенью 41-го года уже отчаяничала немецкая армия. А здесь рядом проходил Лутковский меридиар защитников города. Это была юго-западная зона. А северо-восточная, которая замыкала блокадное кольцо, вот достаточно вспомнить слова Александра Межерова. Пули, посланные мной, не возвращаются из полета. Очереди пулемета вкосят под корень траву. Я сплю, положив голову на Синявинские болота. А ноги мои упираются в ладогу и нюху. И, конечно, множество раз, ходя на площадь искусств, и приближаясь к памятнику Пушкина, я мысленно произношу «Здравствуйте, Александр Сергеевич! Здравствуйте! Вы, Грин Константинович!» Как хорошо, что и сегодня вы с нами. По-прежнему с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон.